У домового есть собственный христианский покровитель, святой Ефрем Сирин. Он писал в своих богословных трудах, что в каждом доме присутствует незримая энергетическая сущность, то есть домовой. У злых завистливых людей домовой пакостник, а у добрых надежный помощник и защитник. Удивительное дело о духе, обитающем в доме, люди знают едва ли не с пещерных времен. К слову, его день не зря называют Велесичами, то есть домовой связан с могучим языческим богом Велесом. Еще одно название именинном домовом, как мы уже сказали, называются кудесы. Домовой истинный кудесник, волшебник. К тому же в прежние времена, общаясь с домовым, били в бубе, называвшиеся кудесы. Впрочем, имен у домового недостаточно. Его называли и батюшка, и хозяин, и дедушка. В разных областях и у разных народов зовут его по-разному. Но везде описывают его как сухого старичка, в половину человеческого роста, изредка показывающегося людям, но лишь мельком. Иногда он принимает вид крупного серого кота. И правила дружбы с домовым остаются у всех народов неизменны много веков. Его следует почитать, уважать, угощать и время от времени разговаривать с ним, просить о помощи и благодарить. Характер домового, хоть он и сущность из иного мира, во многом зависит от обитателей, которые делят с ним жилища. Частые раздоры в доме крики, ругань делают дедушка типом неприятным, злобным. А вот там, где царит мир и любовь, домовой добрый, старательный, оберегает дом и всегда готов помочь. Разве это не христианская добродетель, который способствует миру и согласию в семье? В общем, как ни крути, а домовой настоящий член семьи. И его день следует торжественно отметить, собираясь всем за круглым столом. Можно поднять, например, чарку за именинника и произнеси благодарственные ему слова. Вспомнить о помощи, которую от него получили, о защите, о которой он неустанно заботится. Чтобы 10 февраля превратилось для домашнего духа в настоящий праздник. Накануне вечером, перед сном, постелите на обеденный стол новую скатерть или салфетку. Поставьте блюдце со сладостями, с пирожками, с пирожными, с конфетами, с медом. Рядом не забудьте поставить стакан морса или рюмочку вина. И, конечно же, приготовьте подарки. На эту же тарелку положите погремушку, колокольчик, колоду-карт, куколку, горсть монет. Вечером 10 февраля все это надо будет убрать у вкромное место. Например, на кухне и оставить там. Съясное через некоторое время можно будет покрошить птицам или оставить под деревом. Туда же под дерево, например, у дома вылить морс или вино. У каждого члена семьи есть свой угол и своя комната, своя собственная кровать и так далее. Вот и домовому необходимо собственное пространство, которое люди не нарушают. В деревнях дедушка любит тепло, уют, темноту. И, как правило, он всегда жил за печкой. Туда для него вечерами ставили блюдечко с печеньем или хлебушком и чашку молока. В городских же квартирах самое темное и теплое и уютное место, как ни странно, за холодильником. Мотор гудит потихоньку, греет. Никто холодильник не заглядывает, никто его не двигает с места на место. Разве что иногда подметают за ним. Домовому того и надо, чтобы ему было уютно, положить за холодильник теплую вязаную варежку. Из нее домовой соорудит себе постель. Ну а об угощении тоже не забывайте. Пищу, как таковую, он не тронет. Он ее после, можно ее вынести и покрошить птичкам. А вот энергетику, которая наполнена ваше отношение с домовым, всегда он почувствует и примет. Дедушка получит заряд энергии и проникнется к вам с любовью.